Это манипуляция в чистом виде. Сейчас Алиев избрал в качестве, ну, один из инструментов, который, по крайней мере, сейчас выпукло так виден, вы его описали, это манипулирование с позиции Армении. Вы заметили, да, что есть же два способа работать в конфликте. Первое, это как бы две стороны обе виноваты, и как бы две стороны начинают говорить хотя бы слово «мы». Мы хотим, мы садимся, мы связаны, мы только вместе можем решить и так далее, и так далее. Это такая конструктивная, адаптивная формула разрешения конфликта. Есть другие две формулы, еще два сценария. Сценарий – это мы виноваты в том, что так. Этого, конечно, от Алиева не дождаться, пока его кто-то не прижмет и пока ему не сделают волшебный пень, как кто-то из более старших мировых братьев. То есть, это может быть Турция. То есть, например, позиция может быть положительная. Да, мы виноваты, что что-то затянули, что что-то не так. То есть, сами себя, понимаете, да? То есть, Азербайджан сам говорит, что мы тут не так что-то поняли в Армении, тут мы не так поняли Блинкина, тут мы не так поняли Эрдогана, тут мы не так поняли вообще всю конструкцию Зулуского коридора и прочее, прочее, прочее. Это второй инструмент. И третий инструмент самый популярный, когда ты не заинтересован в решении конфликта абсолютно с точки зрения его потенциала – это обвинять другую сторону. И Алиев постоянно это используют, это называется манипулирование. То есть, это как, знаете, вот как браки, да? То есть, всегда две стороны конфликта виноваты – и муж, и жена. Но есть удобная форма манипулирования, когда все потому, что ты так себя ведешь. И вот это состояние, когда ты ведешь, не мы, нет. То есть, единственная формула, когда есть потенциал для разруливания конфликта, когда страны, люди говорят – мы. Две стороны конфликта. Мы хотим все договориться. А когда начинаются, так сказать, вот эти пробросы в сторону Армении, она должна, они обязаны, а там где-то что-то записано. Никто, все прекрасно последуют за этим конфликтом, понимают, что у них ничего не записано, что руководство Армении не идиоты. Они тоже читают тот же документ, и буквы там те же написаны, что и читают. Но, знаете, вот это состояние, когда надо что-то делать, и поэтому легче всего взять и сказать, что виновата Армения. Не новая стратегия у Алиева. Это от слабости. То есть, сторона азербайджанская не знает, что делать. Точнее так, она знает, но она не может этого сделать в силу трусости руководства, в силу нерешительности руководства Азербайджана. Вот о чем речь. То есть, в данном случае, когда сравниваешь по активности политической, руководство Армении сегодня более активную позицию снимает. По крайней мере, даже тем, что она постоянно звонит в колокол под названием «Пожалуйста, мир! Пожалуйста, заинтересованные люди! Турция, Россия, США, Евросоюз!» Обратите внимание, что конфликт есть. И даже в этом Армения сильна. Она постоянно звенит вот этот колокольчик под названием «Вставьте нас в политическую повестку мировую! Вставьте наш конфликт! Помогите нам это все дело разрулить, потому что мы вдвоем это не разрулим!» Азербайджан сегодня не заинтересован совсем. И нет ни одного признака того, что Азербайджан хочет этот конфликт разрешить.